Шпинат Это озимые культуры, другие растут весной или летом. Опыление Шпинат – двудомный вид растений, то есть имеющий мужские растения, которые выпускают пыльцу. И женские растения, которые несут плодородные семена. Женские цветки незаметны и находятся в пазухах веточек. Мужские цветки находятся на вершине растения и начинают цвести раньше, чем женские растения. Шпинат является аллогамным, то есть существует перекрестное оплодотворение между различными растениями. Он также анимофильный, то есть опыляется ветром. Это растение, которое любит длинные дни. Он цветет, когда дни имеют продолжительность от 10 до 14 часов. Процесс цветения длится от 2 до 3 недель. Чтобы избежать нежелательного скрещивания во время цветения растений, выращивайте два сорта шпината на расстоянии 1 километр друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров при наличии такого естественного барьера, как живая изгородь. Существуют разные методы, которые позволяют выращивать два сорта в одном саду. Можно разделить во времени посадку различных сортов, а следовательно их цветение, при условии, что цикл от семени к семени может быть выполнен. Сортовая изоляция также может быть обеспечена с помощью двух поочередно открываемых противомоскитных сеток. К этой технике мы будем ссылаться в блоки о механической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития шпината Выращивание семенных растений шпината различается зависимо от сорта. Весенние сорта высевают в начале сезона. Они будут свести и дадут семена летом, этого же года. Их нельзя выращивать зимой, так как они совсем неустойчивы к холоду. Зимние сорта, а зимые, высевают осенью. Они развиваются зимой, а цветут и дают семена весной. Для обеспечения хорошего генетического разнообразия требуется вырастить как минимум 25-30 семенных растений. Сбор семян производится со здоровых растений, которые соответствуют критериям отбора сорта. Одним из хороших критериев для азимых семенных растений является морозостойкость и особенно устойчивость к асфиксии корней, для которой характерно пожелтение листьев, что очень распространено зимой. Лучше не собирать слишком много листьев семенных растений. Цветочные стебли могут достигать 80 см в высоту и не требуют опоры. Мужские растения высыхают первыми, поэтому лучше их удалить. Что касается женских растений, их узнают позже по их светло-песочному цвету. Срежьте цветоносы после росы, когда семена созреют. Желательно продолжить сушку в сухом и хорошо проветриваемом месте. Извлечение, сортировка и хранение семян Извлеките семена путем растирания стеблей между ладонями, защищенными перчатками. Также вы можете пройтись по стеблям или колотить их палкой. Для сортировки мы сначала используем грубое сито. Затем мелкое сито, которое отделит семена от пыли. Затем мелкое сито, которое отделит семена от пыли. Удалить остатки отходов нужно с помощью веяния, то есть подуйте на семена или провейте их с помощью ветра. Всегда помещайте в пакет этикетку с названием сорта, вида и года производства, потому что иногда надпись на пакете может стереться. Пребывание в морозильной камере в течение нескольких дней уничтожит некоторые личинки паразитов. Семена шпината имеют схожесть 3 года, но могут сохранять схожесть до 7 лет. Эта продолжительность может быть продлена благодаря хранению в морозильной камере. Один грамм содержит около 100 семян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok